Денникн, Словакия, автономия для Донбасса нужна, но война она не прекратит. Петер Морвай, Денникн, Словакия. 11 ноября 2019 года. После многих лет русификации украинцы реагируют так, как это делают долгое время угнетаемые народы. Они стремятся сами украинизировать меньшинства. Признание особого статуса, то есть по сути автономии Донецкой и Луганской областей на востоке Украины, для нового президента Владимира Зеленского и для всей его страны является, бесспорно, рискованным шагом. И не только потому, что украинские националисты могут воспользоваться им как предлогом для нападок на президента. Нельзя согласиться с предыдущим главой государства Петром Порошенко, который полагает, что признание особого статуса равносильно признанию права народа Донбасса на самоопределение. Тем не менее Киев может сделать шаг в этом направлении. Автономия не обязательно предваряет самостоятельность, но и не препятствует ей, вот только у Киева выбор невелик. Особый статус предполагает минские договоренности, которые подписал сам Порошенко. Но, главное, оба региона фактически контролирует Россия, и сепаратисты являются всего лишь ее пешками. Россия добровольно не откажется от этих областей, по крайней мере пока сохраняется режим Путина. Ему необходимы завоевательные успехи для того, чтобы объяснить все более обостряющиеся проблемы империи. У Украины, в свою очередь, слишком мало сил, чтобы отвоевать эти регионы. Таким образом, Киеву терять нечего. Если особый статус в итоге стимулирует сепаратистские тенденции, то ситуация особо не изменится и останется прежней. Однако признание особого статуса не только не лишит Киев шансов получить обратно отторгнутые территории, но даже повысит их. Пойдя навстречу и предоставив особый статус Донецку и Луганску, киевские власти продемонстрируют готовность идти на компромисс, а также признавать и решать проблемы населения данных регионов. А проблемы у них вполне реальные, пусть даже российская сторона раздула их в своих целях и воспользовалась ими как предлогом для нападения на соседнее государство. Кульминацией их многолетних попыток стал языковой закон, который вступил в силу в июле текущего года. Он глупый, ненужный и жестко подавляет меньшинства, так как почти во всех областях общественной жизни предписывает им пользоваться исключительно украинским языком. Несомненно, так не убедить представителей меньшинств, что на Украине они могут жить спокойно как равноправные граждане государства. Сепаратизм на востоке страны и в Крыму появился не только из-за притеснения меньшинств и не исчезнет бесследно, как только жители Донбасса смогут сами решать подобные вопросы. За сепаратистскими тенденциями кроется также экономическое недовольство региона, который при Советском Союзе являлся одним из привилегированных. Свою роль играет и постоянное российское подстрекательство людей против правительства в Киеве. Правда, украинский национализм и нарушение прав меньшинств сослужили россиянам в этом смысле хорошую службу. Если же теперь Украина признает права жителей Донбасса на автономию, то снимет с себя часть собственной ответственности за конфликт и укрепит свою позицию. Если это не сработает, то станет еще понятнее, кто виноват в том, что война началась и продолжается. А то, что, несмотря на уступки Киева, ничего не выйдет, весьма вероятно. Договоренности предусматривают и другие условия, в том числе восстановление украинского контроля над границей между сепаратистскими регионами России, то есть подтверждение этих границ, а также демократические выборы в Донецке и Луганске. По-видимому, наивно было бы предполагать, что Россия позволит выполнить какое-либо из этих условий. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...